Ну, это действительно интересно. Вот увеличивается, меняются ли жизненные пути наши, циклы, допустим, наши, с тем, что мы переходим в другое время, в другие измерения. Ну, циклически движемся, допустим, вот два пара юга сейчас заканчивается, закончится скоро там, допустим, наступит рета юга. Соответственно, циклы жизни увеличены и увеличивается дхарма. И меняется дхарма наша. Как она меняется, в такой пропорции? Да, ну, здесь вопрос, конечно, интересный и достаточно субъективный. Единственное, что можно сказать, в той степени, в которой качество нашей жизни повышается, ну, соответственно, и меняется наша жизнь, и качество тех циклов, в которых мы проживаем, меняется. Естественно, это можно так сказать, что если я из обычной школы перехожу, ну, в такую, как бы, элитную школу, в этой элитной школе я прохожу, казалось бы, те же предметы, которые и в обычной. Но эти предметы я прохожу на более высоком уровне, и когда я выхожу из этой школы, я становлюсь намного более классным специалистом, чем тот, кто закончил обычный, например, колледж. Точно так же и в той степени, в которой качество нашей жизни меняется, а соответствующие энергии, которые нарастают, они подталкивают нас к этим переменам, к себе. В той степени, в которой качество жизни наше выходит на более высокий уровень, и те жизненные циклы, которые мы с вами проживаем, они проживаются на более высоком уровне. То есть к нам приходят более высокие результаты и возможность, как бы, проживать и испытывать более высокие состояния жизни. Потому что качество жизни – это означает те состояния, которые мы с вами испытываем. Это состояние радости, счастья, состояние творчества, состояние, как бы, вот такого жизненного взлета или полета, состояние любви увеличивается в нашей жизни по мере того, как мы выходим на более высокий уровень. И если мы… Кстати, это тоже интересная вещь. И в той степени, в которой окружающая нас атмосфера становится более, как бы, возвышенной, вот все низшие проявления, которые мы допускаем в своей жизни, они начинают очень сильно диссонировать с окружающей атмосферой. Другими словами, то, что раньше, как бы, было нормальным, сейчас влечет за собой, ну, более серьезные последствия. Вот, поэтому, как бы, эти циклы, которые мы с вами проживаем уже на более высоком уровне, вот в этой, как бы, приближающейся атмосфере Сати-юги, эти более, как бы, возвышенные циклы нашей жизни, они также с нас и больше спрашивают. Другими словами, как бы, то, что раньше могло пройти незамеченным, сейчас вызывает очень серьезные последствия в нашей жизни. И это означает, что от нас требуется большей ответственности, ну, принимать большую ответственность за свою жизнь и относиться к этой жизни, то есть ценить ее намного больше, чем мы это делали раньше. То есть если в нашем распоряжении вместо, как бы, небольшой суммы денег появился какой-то большущий капитал, да, огромное состояние вдруг ко мне пришло, то и степень ответственности за то, как я с ним обращаюсь, также повышается. Это означает, что я могу с легкостью его потерять, если я не отнесусь к этому капиталу достойным образом. И опять же, я могу примножить этот капитал, если вот я приму на себя вот такую повышенную ответственность. Поэтому сейчас время, которое требует от каждого из нас более повышать степень ответственности за свою дарму, за свою жизнь, за то, как мы проявляем себя в этой жизни, за отношение к окружающим людям, к окружающему миру, за то, какую пользу мы приносим, какой вклад мы делаем в этот мир. От того, насколько эта ответственность внутри нас вырастает, настолько и жизнь наша начинает награждать нас соответствующим образом. То есть вместо страданий, которые мы испытывали, к нам будут приходить возможности реализовывать себя творчески, испытывать радость, счастье, переживать вот это наслаждение, или, правильнее сказать, творческое вдохновение испытывать от того, как мы проживаем свою жизнь. Продолжение следует...